Приветствую всех, друзья! Вы на канале Недообзор. Меня зовут Евгений и сегодня 35 ответов на вопросы о Xiaomi Mi Band 4. И поэтому в этом видеоролике я постараюсь ответить на большинство самых актуальных вопросов о Mi Band 4. Чё ты такой жёлтый? Внизу под этим видео будут тайм-коды, поэтому если не хотите смотреть видеоролик целиком, то переходите туда. А также в описании под видео и первым закреплённым комментарием я оставлю ссылки на лучших продавцов на Алиэкспресс на Xiaomi Mi Band 4. Ну и, конечно же, там будут самые лучшие цены. Погнали отвечать на вопросы. Так, ребят, так какие же версии Xiaomi Mi Band 4 существуют? Ну, на самом деле их всего три. Это китайская без NFC, китайская с NFC и глобальная версия. Ну, на самом деле есть ещё китайская без NFC с ремешками, стилизованными под героев Marvel, но отдельно я как-то это не могу выделить. Это всё-таки та же самая китайская без NFC. Назовём её Special Edition. Ну, так в чём же отличие этих глобальной версии китайской, китайской с NFC? Ну что ж, смотрите на экран, начнём с глобалки. Глобальной версии, поддержка языков сразу из коробки. NFC, конечно же, там нет. Наличие микрофона нет. Наличие ассистента тоже нет. Ну и Alipay вы тоже там не найдёте. И хочу отметить аккумулятор, он там на 135 мАч. Перейдём к китайской версии. Поддержка языков, китайский и английский. Но обновив Mi Fit, сразу же после того, как вы распакуете браслет, установите Mi Fit себе на смартфон, у вас появятся все другие языки. Вот так просто. Дальше. NFC здесь нет. Наличие микрофона нет. Наличие ассистента тоже нет. И наличие Alipay, да, есть. Аккумулятор здесь тоже на 135 мАч. Переходим к китайской версии с NFC. Здесь языки только китайский и английский. Но это тоже можно исправить. Далее в этом видео вы узнаете, как это можно сделать. NFC, да. Наличие микрофона, да. Наличие ассистента, да. Наличие Alipay, да. И аккумулятор на 125 мАч. Заметьте, что это чуть-чуть меньше, чем в версиях без NFC. Ну и ещё одно небольшое отличие глобальной версии от этих китайских версий. Если вы свайпаете слева направо, то вызывается меню Alipay. Ну а если справа налево, то вызывается плеер. В глобалке же в любую сторону свайпаете и получаете меню плеера. Alipay там нет. Зачем нужен микрофон и ассистент в китайской версии с NFC? Версия браслета с NFC имеет встроенный микрофон для управления умным домом Xiaomi. Но все команды задаются исключительно голосом и только на китайском языке. Поэтому для русскоговорящих и англоговорящих людей эта функция абсолютно бессмысленна. Зачем нужен тогда NFC в Mi Band 4? Я уже отвечал на этот вопрос в своём первом видео Mi Band 4, но повторюсь ещё раз. Mi Band 4 не поддерживает бесконтактные платежи вообще. Купить что-либо с помощью NFC чипа невозможно даже в Китае. NFC предназначен исключительно для чтения и эмуляции карт. Он задействуется на пропускных, на проходных, для доступа в отель, на парковки, например. В общем, для оплаты за товары NFC не задействуется. Ну так а как же китайцы расплачиваются за товары с помощью Mi Band 4? Китайский Mi Band 4 поддерживает оплату по Alipay. При оплате по Alipay на экране браслета появляется QR-код, который считывается продавцом. NFC тут не задействуется. Существует разный рисунок на кнопке браслета. То круглый, то полукруглый. Почему так? Всё здесь просто. У браслета с NFC полукруглый рисунок, у браслета без NFC кружок. Далее, друзья, есть ли внешние отличия к китайской версии и глобальной версии браслетов. У самих браслетов отличий нет, а вот коробки и их содержимое чуть-чуть отличаются. Там инструкция на китайском и на коробках надписи на китайском. Ну что ж, по переводу. Так всё-таки, какие версии браслета поддерживают русский язык? Глобальная версия, как я и говорил, поддерживает мультиязычность прямо из коробки. Китайская версия без NFC поддерживает английский и китайский язык. Но после того, как вы распакуете, запустите Mi Fit и обновите Mi Fit, у вас тоже появится мультиязычность. Появится и русский язык в том числе. Ну а китайская версия с NFC не поддерживает русского языка сразу из коробки. Но не стоит отчаиваться, если вы купили себе такую версию, всё-таки выход из этого положения есть и русский язык записать можно. Я об этом сейчас и расскажу. Так как же всё-таки перевести китайскую версию с NFC на русский язык? И вообще, можно ли это сделать? Чтобы русифицировать NFC версию браслета, нужно скачать специальный Mi Fit. Их этих Mi Fit есть целых две версии. Я оставлю ссылки в описании под этим видео. И ещё один вопрос. Есть ли смысл переплачивать за глобальную версию, если в китайской версии без NFC появился русский язык? И тут, друзья, вы должны выбрать для себя сами, потому что если вас реально раздражает этот Alipay, который будет присутствовать в браслете в китайской версии, но уже с русским языком, то не берите китайскую версию без NFC. Если же вас этот Alipay не напрягает совсем, то можете взять эту версию. Она будет, ну, на каких-то 4-5 долларов дешевле. Ну, тогда стоит ли покупать Mi Band 4 с NFC? Ну, тут вы, наверное, уже поняли, что NFC у нас не работает. Ассистент не работает. Поэтому батарейка там на 10 мАч меньше. Ну, мне кажется, смысла нет. Какие датчики присутствуют в Mi Band 4? Трёхосевой гироскоп, трёхосевой акселерометр, ёмкостный датчик приближения, GPS-а? Нет. Датчика освещения нет, поэтому придётся ручками выставлять яркость. А, и забыл... Чёрт, Mi Band 2 пол. И забыл отметить ещё датчик приближения пульса. Датчик приближения пульса. И забыл отметить ещё датчик измерения пульса. Он здесь абсолютно новый, не такой, как в Mi Band 2 и Mi Band 3 был. Ну, и так как датчика освещения нет, возникает вопрос, хорошо ли читается информация с экрана Mi Band 4 на солнце. И ответ, читается хорошо, реально гораздо лучше, чем в Mi Band 2, в котором вообще ни черта не было видно. В Mi Band 3, там тоже эта скруглённая такая поверхность, там тоже ничего не было видно. А вот в этом, ну, всё гораздо лучше, здесь уже совсем другой экран. Какой дисплей стоит в Mi Band 4 и чем он защищён? Ребят, вы, наверное, все уже прекрасно знаете, здесь стоит AMOLED-матрица с диагональю 0,95 дюйма, разрешение 120 на 240, что ли? Да, 120 на 240. И пикселей, ну, практически не видно. Я бы сказал, не видно, потому что, ну, уже не знаю, как тут надо всматриваться, чтобы видеть эти пиксели. Ай, и для защиты здесь используется стекло. Но это огромный плюс по сравнению с Mi Band 3 и 2 и 1. Ай, в 1 не было экрана. Ну, ладно, со 2 и 3. Далее, можно ли плавать с Mi Band 4? Лично я плавал в бассейне, ну, раз 10, наверное, с Mi Band 4. И в море купался тоже, не знаю, 20 раз. Сколько я? 10 дней был у моря и 20 раз, наверное, точно купался с этим браслетом. И никаких проблем. Он работает до сих пор, даже вот в той солёной воде. Ну, Балтийское море, оно не очень солёное, но солёная всё равно вода. Этот браслет нормально выжил. В общем, браслет полностью в водонепроницаем. Ну, и теперь такой вопрос, подойдут ли ремешки от Mi Band 3 к Mi Band 4? Ответ да, ребят, подойдут, но они должны быть силиконовые. Металлические они тоже подходят, но не все. Гораздо большее число их не подходит, поэтому будьте внимательны. Можно ли зарядить браслет, не вытаскивая его из ремешка? На самом деле, я думал, что нет, но погуглил на форумах. Да, можно. Нужно только купить специальную зарядку, и его не нужно будет вытягивать из ремешка. Ссылку на эту зарядку я оставлю тоже в описании, кому интересно. Ай, ребят, забыл ответить на вопрос, работает ли датчик сердцебиения во время плавания. Ответ нет, ребят, не работает. Это просто невозможно. Можно ли с помощью браслета Mi Band 4 делать ЭКГ? Нельзя. И многих интересует, какие режимы пульсометра есть в Mi Band 4. И их всего три. Первый. Измерение пульса только во время сна. Второй. Ежеминутный замер. Ну и третий. Измерение пульса каждые 5, 10 и 30 минут. Непрерывного измерения пульса как такового нет. Максимальная частота замера 1 минута. Может быть со сторонней программой это как-то и можно осуществить, но программой Mi Fit этого сделать нельзя. Есть ли Always On Display на Mi Band 4? Здесь же все-таки AMOLED-экран. Нет, Always On Display здесь, к сожалению, нет. Какие режимы тренировок есть на браслете? Ну, режимов тренировок там всего 6. Это бег, бег по дорожке, воркаут, плавание, велосипед и что-то еще. Ходьба. Во, еще ходьба. И запустить эти тренировки можно прямо с браслета. Определяет ли браслет автоматически тренировку? Нет, не определяет. Можно ли в NFC-версии запустить Google Ассистент или Яндекс Алису? И ответ нет. Как вы, наверное, уже и поняли, потому что я говорил об этом ранее. Можно ли включить экран на более продолжительное время или постоянно? Нет. Можно ли выключить экран раньше, чем это произойдет по тайм-ауту? Да, друзья, это можно сделать. Я показывал это в одном из своих видео. Нужно просто вот так вот пальчиком закрыть экран, и он погаснет. Ну, или ладонью. Можно ли во время тренировки пользоваться другими функциями браслета? Другими функциями браслета во время тренировки, к сожалению, пользоваться нельзя. Поэтому это немножко печально. Переключать музыку не получится от браслета. Нужно будет какими-то другими способами это делать. Можно ли просматривать уведомления на экране браслета? Конечно, это можно делать, потому что это одна из самых удобных функций Mi Band 4. Отображается иконка приложения, имя отправителя и текст сообщения. Ну, и тут всплывает следующий вопрос. Можно ли отвечать на сообщение? Отвечать на сообщение, к сожалению, ребят, нельзя. Могли бы записывать какие-то стандартные ответы. Там да, нет, перезвоню позже или там что-то типа такого. Но этого нет. Как долго работает браслет на одном заряде? На одном заряде браслет, друзья, работает от двух до трех недель. Ну, во всяком случае, у меня. И это не только у меня. На форумах опросы говорят тоже о том же. От двух до трех недель. Ну, и теперь, друзья, такие вопросы. Телефон не видит браслет. Что делать? Есть два варианта ответа. Я нагуглил, что может помочь. Первый вариант. Нужно подключить телефон к интернету через Wi-Fi. Обязательно через Wi-Fi. Повторить попытку. Может быть, поможет. И второй вариант. Войти в Mi Fit с помощью аккаунта Google. Выйти оттуда. Войти Mi аккаунтом. Чтобы все данные восстановились. И тогда уже все должно заработать. Друзья, случается такая проблема. На главном экране браслета дата отображается неправильно. Как можно поменять местами день и месяц? Отвязать и заново подключить браслет Mi Fit. Вот такой вот ответ. Браслет не отображает имя входящего вызова. Что делать? Нужно сменить номер с восьмерки на плюс семь. Ну, или если вы в другой стране находитесь, то нужно сменить на какой-нибудь другой. У меня в Литве, например, плюс три семь ноль. Ну, и последний вопрос, ребят. Если кому-то не удается получить название трека, что делать? И ответ очень прост. Нужно выдать разрешение на уведомление. Ну, и главный вопрос. Понравился ли мне Mi Band 4? Вы знаете, это самое дешевое, надежное и функциональное устройство на данный момент. Если вы ищете для себя подобного рода гаджет для, не знаю, уведомлений, для отслеживания шагов, для каких-то домашних тренировок, то его функционала будет достаточно для большинства пользователей. Ну, что ж, друзья, я надеюсь, мои быстрые ответы и вопросы вам помогли хоть немножечко и были интересны вам. И с вами был Женя. Как всегда, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok